Приветствую вас, Алена. Вопрос, который вы задаете, достаточно сложный, неоднозначный. Ситуация заключается в том, что моя коллега достаточно хорошо, попробно описала вам ситуацию, как бы вот картину происходящего, что у вас может быть зависимость, и она, скорее всего, есть, если честно, потому что, ну, тут вы описываете практически на 100% похоже на зависимость эмоционального своего мужа. Но мне кажется, что глобально проблема не в этом. Проблема не в ревности, и не в том, что вы хотите своего мужа вернуть, когда узнаете, что он с другой женщиной, а проблема глобальная заключается в том, что вы ответственность за свое счастье перекладываете на своего мужа и на другого любого мужчину, в котором вы, по сути, ну, в отношениях находитесь. То есть, условно говоря, если вы не чувствуете себя счастливой, то ответственным за это вы считаете мужчину, который находится рядом с вами. Не себя, а именно мужчину. В этом заключается основная проблема. Ответственность за свое счастье вы перекладываете на другого человека. Это первое. Здесь, соответственно, нужно уже и посмотреть, что для вас счастье, что вам нужно для счастья, почему вы не счастливы, что вы понимаете под счастьем, не идеализируете ли вы счастье, ну и так далее. Дальше. Вы говорите. Расшались с мужем. Ссоры, обиды между вами. Ссоры и обиды на какой-то почве возникают. По каким-то причинам. И я думаю, что необходимо определить вашу непосредственную ответственность с том, что были ссоры, в том, что были скандалы и в том, что были обиды. Потому что обиды – это ожидание от человека, нереализованное ожидание. Обиды – это манипулятивный способ получить от человека то, что вам нужно через чувство вины. То есть вы обижаетесь, человек чувствует вину. Дальше. Ссора. Это страх близости. Эмоциональный. С одной стороны. С другой стороны. Это замена сексуальным отношениям. Поссорились. Поссорились. Покричали. Напряжение сняли. Все хорошо. На время. С третьей стороны. Ссора – это аккумулированные эмоции. То есть какие-то эмоции вы не выразили вовремя. Какие-то эмоции вы изначально себе подавляли. И в итоге они вылились в ссору, конфликт, скандал. Соответственно, соответственно, вы ответственны ровно на 50% за то, что происходит между вами и вашим мужем. Это означает, по факту, что 50% ответственности вы несете за то, что вы несчастливы. Ведь вы же, собственно, этого мужа выграли. Следующий момент – это ваше чувство собственничества. По отношению к своему мужу, потому что вы хотите, чтобы он принадлежал только вам. Вы не хотите и не можете допустить, чтобы он был с кем-то еще. По сути, своему мужу вы не желаете счастья. Это тоже очень важный момент, почему вы не желаете мужу своему счастью. Наказываете его, например, тем, что, возвращаясь к нему, вы заводите связанные стороны. Как бы здесь вы не отыгрывали знаком-то из своих родительских фигур через муж, через мужа. А, то есть совершенно очевидно, что своему мужу вы не любите и не любите, потому что не хотите, чтобы он был счастлив. А раз так, то он вас для чего это научит. Для чего? Для того, чтобы чувствовать себя защищенным. Ваша реакция, ревность, обида, паника, реакция ваша, когда вы узнаете, что человек с кем-то еще, она свидетельствует о том, что вы в этом видите для себя угрозу. Если вы в этом видите для себя угрозу, то совершенно очевидно, что решение проблемы, угрозы вы перекладываете на мужчину. То есть вы не сами решаете это сделать, а именно перекладывать ответственность на мужчину за решение этой проблемы. За решение проблемы угрозы. Здесь нужно смотреть, как и что. Вот. Да, вы его не цените, вы о нем не думаете, он вам не особо-то и нужен, когда он с вами. Вы не скучаете по нему. Потому что у вас к нему нет чувства. У вас нет к нему чувства. Вы не хотите делать его счастливым. Но он вам нужен для того, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Человеку нужен кто-то или что-то для чувствования себя в безопасности. Тогда, когда сам по себе человек не удовлетворен в контексте безопасности. А в контексте безопасности человек не удовлетворен тогда, когда у него отсутствуют личные границы. То есть, это четкое разделение между я и ты. Где я, где ты. Где начинаешь я, где заканчиваешь я, где начинаешь ты. Личные границы это также и правила, которым вы следует. Правила вытекают из того, что для вас важно, что вы считаете справедливым, что вы считаете вас важным и ценным для себя. Вот эти правила это отражение в практическом поведении ваших ценностей. Но это все у вас не сформулировано. И получается, что действия людей, в частности, вашего мужа, вы воспринимаете на свой счет. Потому что личных границ у вас нет. А мужчина вам нужен, который бы вас защитил от каких-то угроз. Потому что вы сами не верите в свою способность это сделать. В причине того, что не доверяете своим чувствам. Не доверяете своим ощущениям. Обесцениваете их. Ну а как еще вы можете думать, что с кем-то только лично вы можете быть счастливым. Вот не с мужем, так с другим мужчиной. То есть в мужчинах вы ищете счастье. Не понимая при этом, что счастливым вам нужно быть самой. А в отношениях не вас не делают счастливым, а вы делаете более счастливым другого человека. Не счастливым вообще, а более счастливым. Это разные вещи. И вероятно именно потому, что со своим мужем вы зашли для того, чтобы стать счастливой. У вас и ничего с ним не получается. Потому что счастливой вас не сделает никто, кроме вас же самой. Такая вот история. Дальше. Даже. Так. Что это? Это зависимость. Объяснять ничего не нужно. Здесь нужно работать с чувствами вашими, чтобы понять, что вы хотите. Так. В общем, наше... А... Вы пишите. Тут же дело, что собернуть его. То я делаю это, потому что он не действительно так сильно дорог, потому что у них не действительно счастливый. Нет, не поэтому. Или причины в другом. Причины в другом. Причины в другом. Ага. На этом всё. Я надеюсь, что помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Що,là,давай,давай! В бивлитет и этомuer .... Правильно! Надо отправиться åt Bog이트а в дов slowsнице для шагола! ued Filip 게임 на Childbirth и Bl никакого нужно делать то еще д Certainly,怎么 растут в него. Продолжение следует...